С 5 по 7 июня 2017 года в поселке Репино Ленинградской области состоялся шестой симпозиум современной тенденции в криптографии. В симпозиуме приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые в области криптографии, специалисты фирм-производителей средств криптографической защиты информации, представители регулирующих органов и энтузиасты криптографической науки. Организаторами мероприятия стали Технический комитет по стандартизации криптографической защиты информации ТК-26, Академия криптографии Российской Федерации и Математический институт имени Стеклова Российской Академии Наук, что обеспечило высокий уровень актуальности и научной ценности программы симпозиума. Генеральным партнером мероприятия выступила компания Infotex, партнером Blockchain Institute. Мероприятие состоялось при поддержке Фонда содействия развитию безопасных информационных технологий, а организационную поддержку оказала медиагруппа Авангард. Примечательно, что день открытия симпозиума, 5 июня, совпал с 25-летним юбилеем Академии криптографии, организации, стоящей у истоков мероприятия. Об этом напомнил участникам в приветственной речи сопредседатель симпозиума, вице-президент Академии криптографии, выдающийся ученый Владимир Николаевич Сачков. В ходе симпозиума ученые из России и других стран мира представили результаты своих исследований в области теоретических и прикладных вопросов современной криптографии. Традиционно особое внимание было уделено анализу российских криптографических алгоритмов. Одно из заседаний было посвящено памяти безвременно ушедшего Алексея Сергеевича Кузьмина, замечательного ученого, много сделавшего для развития отечественной криптографической школы и непосредственно симпозиума CityCrypt. Большой интерес у участников вызвали заседания о перспективных направлениях криптографии. В ходе одного из них специалисты ведущих отечественных исследовательских групп в области квантовых технологий Московского государственного университета имени Ломоносова, университета ИТМО и российского квантового центра рассказали о ведущихся в настоящее время разработках. Докладчики обозначили возможные перспективы развития и вызовы на пути практического внедрения квантовой криптографии в России. Следующее заседание было посвящено набирающей большую популярность технологии – блокчейн. В докладах и на дискуссии приглашенные эксперты обрисовали круг научных и прикладных проблем, стоящих в настоящее время перед разработчиками и исследователями этой технологии и ограничивающих ее применения. По мнению участников дискуссии, будущее блокчейн зависит от того, в какой мере научное сообщество сможет ответить на поставленные вопросы. Фактически блокчейн – это самое непосредственное применение самых сложных криптографических концептов. Системы действительно очень многое могут изменить как в области бизнеса, так и в области госуправления и вообще того, как человечество существует и развивается. Сейчас блокчейн-технология эффективно работает в двух областях – это перевод средств, то есть value transfer и выпуск неких финансовых инструментов для краудфандинга. В ближайшей перспективе уже госуправление системы кадастровых реестров и прав собственности – это то, что мы будем видеть в ближайшее время. В более отдаленной перспективе будет имплементация в банковской сфере. Мне очень хотелось бы привлечь больше внимания к обращению технологий, чтобы люди, которые занимаются традиционной криптографией, обратили внимание на нее, потому что сейчас там очень много энергии, очень много движения, много людей занимаются этим. Есть, надо сказать, большие бюджеты, которые действительно стоит применять на развитие технологий. Криптография – это то, что вообще делает существование его возможным, и будущее технологии здесь именно за криптографией. Если раньше это считалось чем-то практически нелегальным, лучше держаться в тени, быть анонимом и так далее, то сейчас это обсуждается на высшем уровне. Все банки имеют какие-то прототипы, по крайней мере, в области, какие-то попытки это внедрить. Есть большой ряд технических проблем, которые, на мой взгляд, пока что не осознают те, кто пытается внедрить этот самый блокчейн. Надо еще много работать на технологии, чтобы это действительно стало таким массовым продуктом, чтобы можно было построить платежную систему в рамках целой страны, систему голосования в рамках целой страны или что угодно еще. На данный момент это невозможно. Блокчейн не позволяет выдерживать подобные нагрузки, которые нужны, чтобы реализовать поверх них какую-то систему для России. Разрыв между теорией и практикой в блокчейне тоже очень силен. Есть тысячи криптовалют, которые сейчас существуют. В основном на коленке как-то сделаны, придуманы в голове без какого-то детального анализа. Хочется привлекать побольше академиков, которые будут доказывать, анализировать существующие алгоритмы. На самом деле есть большой запрос от бизнеса даже по именно исследовательской деятельности в блокчейне, как что-нибудь улучшить ту или иную область. И там можно привлекать и очень серьезное финансирование, в том числе, но кадров очень мало. Было бы интересно от CityCrypt 2017 конкретно познакомиться с какими-то людьми, скажем так, у нас в России, которые бы в состоянии были сделать эти исследования. Из того, что я сегодня увидел, эти люди уже есть. Приглашенный докладчик, известный зарубежный исследователь Жан-Филипп Омассон, посвятил свой доклад одной из важных тем, волнующих сегодня сообщество ученых в области криптографии. Докладчик обратил внимание на то, что уже сегодня шифрование используется повсеместно, в защищенных мобильных мессенджерах, протоколах устройств интернета вещей и криптовалют. При этом рядовые пользователи не интересуются техническими тонкостями. Они нуждаются в технологии, которая будет работать в реальной жизни и окажется удобной для повседневного применения. Поэтому смещение криптографии из крайне узкоспециализированной сферы в мейнстрим обостряет необходимость более тесной смычки криптографической науки с требованиями практики. Докладчик призвал участников попытаться переосмыслить подходы в своей работе. Частичный перенос фокуса исследований с фундаментальных научных проблем на прикладные вопросы позволит решить ряд насущных для общества задач и в целом повысит статус криптографической науки. Соответственно, в статусе исследованиях, как блокчейн, которые очень capitalно очень-то complexе. И криптографии, мы должны подниматься. Мы должны быть эксперты в наши fieldы. Но мы должны помочь тем, кто изучать новое, и это очень трудно. Второй день раньше это было, может быть, mostly о животных. Сейчас мы еще должны знать о животных. Но мы должны знать о программе, о software ингенераторе, иногда о вереин генераторе, об интервестах, об отмена моделями ампекиологов. Об о квадрате, об от… о том что мы называем — «Iот». Для того, чтобы криптовалюция адаптирована к этому типу технологии, все могут создать новую блокчейн систему в вашем доме, просто научить что-то на интернете. Может быть, иногда это будет работать, но иногда это будет совершенно wrong. И это будет круто, если криптовалюция, криптовалюция, пытаются решить проблемы, пока что это слишком поздно. Recently, я обнаружил баги в мобильных приложениях, и я пытаюсь, как можно, для того, чтобы криптовалюция, что это важно для людей, которые я могу объяснить к моей девушке, которые я могу объяснить к моей маме, это не только легко, но если я просто говорю, что я написал в книжке о том, что это такое квалификация, и никто не знает, то я предпочитаю, что это влияет на мир. Любая криптовалюция, любое решение, оно имеет прикладной характер. Академическая наука без предложений, она, в данном случае, неприменима. Существование алгоритма, шифрование или решение каких-то научных, оно должно опираться на практическое применение. Практическое применение упирается в технологические решения и технологическую базу. Будь то программные решения или аппаратные, интересными предоставляются векторы развития решений, включающихся в криптографию для новых секторов рынка. Например, индустриальные решения, решения, которые будут экономно относиться к тем ресурсам, которые они потребляют, при этом будут предоставлять пользователям гораздо больше спектра возможностей по обеспечению конфиденциальности или безопасной информации. Одним из главных факторов является удобство использования, надежность, доступность и относительно невысокая стоимость. Ярким событием стало выступление историка криптографии Бориса Столпакова, пролившая свет на тематику симпозиума с необычной стороны. Исследования подлинных документов XVI-XVII веков показывают, что криптография уже в допетровское время активно использовалась в России для решения дел государственной важности. Кроме того, были обнаружены факты, позволяющие считать 8 августа 1633 года датой основания Отечественной криптографической службы. Документ этот подписан, утвержден на самом высоком уровне, по указанию Святейшего Патриарха Филарета, который в своем лице представлял высшую светскую духовную власть в России. Документ этот, по существу, уже вносил определенный регламент в использовании криптографии. Все донесения от представителей московского государства, так тогда называлось наше Отечество, все эти донесения должны были обязательно шифроваться. Когда воцарился Алексей Михайлович, началось бурное развитие использования криптографии. Постоянно писались сообщения, зашифрованные, включающие в себя сотни слов. Очень многие такие документы связаны с деятельностью приказа тайных дел. Это был, по существу, по образ администрации президента нынешней России. Допетровский период завершался уже массовым использованием криптографии, шифровании в дипломатической переписке, и не только в дипломатической переписке, но и во всей внутренней деятельности государства. История – это наше все, и знать ее не то чтобы правильно, это необходимо. Такие доклады, они дальше дополняют программу. Действительно, здесь достаточно интересный баланс между практическими применениями и теоретическими, но это благодаря той работе, которая происходит задолго до мероприятия, по сбору статьи, по рецензированию, по отбору тематики, по подбору докладчиков. Я ожидаю только дальнейшего существования сети крипто и развития его в следующие и последующие годы. Я думаю, что для меня, лично, основной преимущество – это встретиться с людьми и работать с людьми в личности. Я не человек, который может работать хорошо через емейл, поэтому я очень любит иметь их вокруг, сидеть и думать о идеях, и я думаю, что это то, что конференции действительно помогают в очень хорошем способе. Это блокчейн-тренд, в котором я думаю, что есть много работы для того, чтобы понять концепты, и также как это может быть использовано для денег. Я думаю, что это большая хипа, много денег, и это не понятно, что есть ли у нас хорошего для общества. Это очень интересная ситуация, я думаю. И второй вопрос, уже уже несколько лет, это пост-квантом-криптофиль. Я думаю, что это будет один из самых крупных трендов, и многие криптоферы, которые в мире, будут оценивать это. Это правильный баланс между теоретическим исследованием, мы видим некоторые очень математические презентации, но это также связано с аппликациями. Я думаю, что есть очень хорошие исследования, в определенной области, которые работают для общественных компаний, и я думаю, что это будет круто, если они были в более интересных местах, но я думаю, что они были хорошими материалами. Я люблю идти к маленьким конференциям, где вы получите возможность с людьми, 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 с людьми. И много раз в этой конференции я создавал отношения, которые привлекли к исследовательству или бизнес-опротументам. Это я люблю делать. В присутствии иностранных гостей на данной конференции пока можно понять не только какое направление в России сейчас на данный момент интересно, еще что-то иное в мире. То есть это как раз понимаешь, какие страны на что больше смотрят, как в принципе глобальная мировая фиртография, какие она для себя выделяет основные проблемы на данный момент. В неформальной обстановке общение идет совсем по-другому. И ты как раз таки по этим докладам узнаешь, какие там возможно в твоей тематике или в принципе сейчас происходит исследование, понимаешь, например, что можно почитать, что можно еще узнать. Ты чувствуешь себя частичкой чего-то большого, чего-то глобального, в это добавляет всегда еще больше интерес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА